Пока, ну в день машин 10-15 вот так. Уже 20 лет Ленар Шавкатович работает мастером шиномонтажа. Говорит, что буквально через несколько дней работы будет вдвое больше. Ажиотажа как такового пока нету, потому что как бы тепло. Ну думаю, в начале ноября уже будет ажиотаж. Мужчина также добавляет, что у дня жестянщика нет определенной даты. И случиться он может несколько раз. Неизменно одно – ждать его надо в конце октября – начале ноября. И лучше быть подготовленными, то есть переобутыми в зимнюю резину. Мастера кузовных работ со знанием дела утверждают – не ждите минусовой температуры. Летняя резина частично теряет свойства сцепления уже при плюс пяти. Теряет эластичность, что увеличивает тормозной путь и может, соответственно, спровоцировать опасную дорожную обстановку. Да и заблаговременная смена резины избавит вас от очередей в шиномонтажке. Присплю с пяти – перебываться. Если ночью катаешься, с утра поздно. Если под морозить – это опасная ситуация. О том, что езда на летней резине уже сегодня не есть хорошо, многие водители знают. Именно они в числе первых клиентов автосервиса. А зачем тянуть-то? Все равно ездишь по асфальту с шипами. Поэтому меняем заранее. Первые холода в сопровождении со снегом действительно на дорогах не проходят бесследно. В разы возрастает количество ДТП. И в основном участники аварий – это водители, которые испытывают заморозки летними колесами. Прогнозы синоптиков тоже отправляют водителей в шиномонтажке. В ближайшие дни ожидается мокрый снег. Ночью – заморозки. Анастасия Шакирова, Александр Лихачев. Новости НТР.